МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, кто установил эти правила? Мы повезем друг друга! По-вашему, мне нужно приказать вовое сердце не биться, пока мне не исполнится ровно 18. Или по-вашему, я должен... Стоп, стоп, стоп! Закон запрещает регистрацию несовершеннолетних. Ясно? Ну, все, домой. Но ведь от подачи заявления нужно пройти не меньше месяца, так? Так. А мне как раз через месяц будет 18? Да подожди ж ты немного, не умрешь. Ну, пожалуйста! Ну, мы и так уже столько ждем. Ну, я вас очень прошу. Мы как женщина-женщина. Господи, как зовут-то тебя? Женщина! Лена! Ну, вот скажи, Лена, вы давно знакомы? Очень давно. Уже две... Нет, три. Две недели. А родители знают? Ну, при чем здесь родители? Это делать не касается. А жить не будете? Ну, пока вы родители. А кормить, поить? А детей ваших воспитывать кто будет? Так что приходи-то бездоверно еще раз, только уже с мамой. По-вашему, я должна умереть, застариться. Что я пока не сполню? С мамой! С мамой! С мамой! Ты что, с мамой? Хотя, знаешь что, давай-ка я тебя отведу к какой-нибудь невесте, посидишь, послушаешь, ну, так сказать, проэпетируешь. Хочешь? Хочу. Иди, подожди, я приемлю. Ну, почему мне не восемнадцать? Почему мне не восемнадцать? Почему мне не восемнадцать? Хотя, восемнадцать, я же уменьшала более. Но где-то двадцать два, я не желаю их считать. Не успела помнится, как насчитала. Два, тридцать, тридцать. Смутишься в зеркало, придаешь не убедить себя, а ты еще ничего. Делаешь, ну, ты слишком, покупаешь себе эту мокрочку, замечаешь, как ты на тебя еще одни обратился. И, и вот, отрешаешься. И все-то хорошо. Но тебе почему-то здорово. А сердце, сердце все еще молодо, и ты все еще чего-то ждешь. Чего? Ведь скоро уже пятьдесят. А там, почему мне не восемнадцать? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да что ж тут хорошего-то? Все бледные, злые, все куда-то бегут, в автобусах толкаются, друг с другом ловятся. А у нас там спокойно. Речка течет тихо, а вода в ней красная, а дежка зеленая, правая. А почему красная? АПЛОДИСМЕНТЫ Так, порциональная же, но чистая. Скучаете по дому, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Да что ж тут хорошего-то? Ваня пьет, Тоня честит нас, почем зря. А вас за что? А, для компании, да и устала я. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну так отдохнули бы. Кто вас заставляет полы мыть, да по магазинам ходить? АПЛОДИСМЕНТЫ Так ни пенешним детям, нижели мне помогать, так они совсем любить не будут. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а как живу в городе, в деревне-то одна? АПЛОДИСМЕНТЫ Почему одна? Меня домой потанушка ждет. У соседки оставила. Должно быть, тоже скучает. Хороший кот, ласковый, умный. Утром проснулась, а он уже возле мисочки крутится, крутится, хвостиком помахивает. Молочка ждет. Не приятно? Нет. Позвоню в ресторан, скажу, чтоб веселье без нас начинали. Как без нас? А что делать? Не сидеть же людям, как дуракам, голодными, да накрытыми столами. Ее романтиц, связи тут с тех пор нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Последнюю видела п leaving brake monster, как красивая она? Ага. И я, пожалуй, тоже покрашусь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Света, зови брата. Мы его сейчас перед свадьбой как следует под песочем. А разве можно сюда мужчинам? Ваня, что ли, здесь? Конечно, можно. Мам, на минутку. Доча, некогда шептаться, зови брата. Его здесь нет. Как нет? Вот так. Приехала я к тому месту, а там пусто. Ну, в доме шахтанку стоит, без снега вытащен, но в нем никого. Так они, может, в другую машину сели? Я тоже так подумала, но там гулял один пенсионер. Сказал, что они в кафе зашли подреться. Так они до сих пор там греются. Ну, да. И отец, небось, уже. Да. Так, я и думала, надо было мне самой на ней не ехать. Уж я бы показала, как согреваются. А почему Гриша с собой не поехал? Да он хотел, но отец его не отпустил. Ну и друзья, естественно. Мол, выпьем за шениха и пересу в последний раз. И в путь отправимся. А ты и Светка передай, что через пять минут пупим. Не, ну они только бы действительно собирались ехать. Ну, наверное. Официанку позвали, еще попросили. Пойди по дежуре ухода. Как только появится, бегом сюда. Мам, я тоже прийду. И я устала. Что ж, придется подождать еще немножко. Сын, как подождать еще немножко? Над тобой издевается? А ты подождай еще немножко. Кто над ней издевается? Что вы такое говорите? Да мы. Вы с вашим сыночком. Вера. Ну что, Вера, Вера. Хороший женишок. Заслевает у каждого кабака. А люди, бабуля, залезли, пришли погреться. Что здесь-то? Погреться и здесь можно. Ну, хорошие мои. Ну, разве ж нельзя по-хорошему-то? Ведь свадьба жаль. А в том-то и дело, бабушка, что нету свадьбы, нету. Женишок-то тю-тю. Простите, вы найдете? Я. Вас там жених залег. Где? Внизу, на лестнице. Он у вас такой красивый. А по-моему, уже не шел куда, где не такой же красивый. Ну что вы, интеллигентный такой, высокий, стройный. А подвежлив разговаривает, нет такого. Ну так погиби-то попроси, нужно платить заповеняться. Девушка что-то напутала. Валентина? Валентина. Валентина. Валентина пришла на регистрацию с другим женихом, ни с кем, которым подавала заявление. Нет. Надо подать новое заявление, выждать положенный срок. А что? Просто спросила. А ничего, ничего нельзя сделать в такой ситуации. Ну, что-нибудь навсегда можем сделать, если очень надо. Валентина. Ну, что говорят, еще раз слушаешь? Надь, я вижу, ты уже не знаешь, как из этого выдвинуться. Ну, нельзя из этого дворца уйти вот так обманутой, брошенной. Я все понимаю. Ты не думай. Я придумала вариант. Какой вариант, Алла? Я не могу просто так уйти, вот, не выслушав Гришу. Да дело не в том, что он сегодня опоздал. Дело в том, в общем, не надо тебе за него замуж. Не надо замуж за него выходить, понимаешь? Мамочка, болит голова. Что такое, мамочка, выпей таблетку. Ужатся все мои надежды. А ты подсовываешь мне лекарство, выпей, мамочка, все пройдет. Да он сейчас приедет уже. Спасибо, вы меня очень обрадовали. Сейчас появится компания веселых дружков. И женишь, шатаясь и спотыкаясь, поведет мою дочь к ленцу. А затем мы все отправимся в ресторан. Какое счастье! А что это вы меня все рестораном попрекаете? Можно подумать, сама в Кремле работает. Если хотите знать, харчевня у человечества появилась еще раньше школу. Тоня! Что, Тоня, не нравится свадьба, не нравится жених? Чего вы тут сидите? А, боитесь, что дочка без мужа останется? Да, Надя, если захочет, хоть сегодня замуж и выйти. Да и, пожалуйста, зачем мне такая невеста нужна, которая будет меня стыдиться? А мой гриша не пропадет. Он в прошлом году мог жениться на дочери хозяина магазина. А вы кто? Детей жить не учите. Жить не умеете, вы только ноете. Надя, а слышишь? Эта повариха считает союз с нами мезулянцем. Ей подавай продавщицу, буфетчицу или на худой конец дочь хозяина магазина. Самое главное, что у тебя с этими людьми нет и не может быть никаких общих интересов. За что вы меня тычите этими интересами? Дети в брак вступают, а не в драм в кружок. Общие у них интересы или разные, а дети все равно будут. Нет, с ней невозможно разговаривать. Это больше моих сил. Мама, Антонина Прокофьевна, пожалуйста, успокойтесь. Вы просто разные люди. Вы еще узнаете друг друга поближе и подружитесь. Ну что, приезжали? Нет, тогда я вам спросить, Леночка. Ну сколько можно? А мне кто-нибудь объяснит, что это происходит? Слушай, Леночка, вот ты замок хочешь выйти, да? Да. Так учти, не любят мужики таких болтливых жен. Надя, ну что будем делать? Что будем делать? Я буду ждать Гришу. Кому не нравится, можете уходить. Начнете снова ругаться, я уйду. Он не стеклю. Дорогая невеста, уважаемые гости, шампанка, не желаете угоститься? Поезжайте, родная, дальше, без остановки. Нет, нет, оставьте. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Девочки, садитесь в обучение. Бабушка, идите сюда. Лена, Антонина Прокофьевна, пригласите своих гостей. Да я их и не знаю вовсе. А разве не ты их пригласила? Простите, а вы кто? Да мы с Гришной работы. Нас направили, так сказать, отправили от всего, то есть, обозрались от всего домашнего. Хорошо, вы присоединяйтесь. Бабушка, пожалуйста, у меня не попала. Первый раз вижу славу наш жених. Только к ним пойдем. Ну, Антонина Прокофьевна, отдыхайте шампанское. Ты тоже пришла заявление выдавать. Ты-то куда? Маму, что ли? Куда? Нет, я сейчас с ума не сошла. А че тебе все за ужас по не нравиться? А чего я так не видела? Внимание, снимаем! Что встали, как опаны? Не позируем, делайте, что делали. И тёпнулись. А теперь ей остаться отдельно. Смотрим в камеру, улыбаемся. Сиденьница, встала рядом. Мамы, рядом. Быстрее, 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 быстрее. Обнялись. Поцеловались. Бабушка, на передовую. Ой, ну, погодите, милая. Дай мне пусть причисаться-то. На дюйму. Слышь, пиады ты, щёпта. Становитесь. Света, садись. Так, улыбочку. Всё, я с вами не прощаюсь. Встретимся на регистрации. Дам фотки и закажите, и распечатайте. В общем, вы поняли. Всё. Хватит тут рассиживать. Поеду я за этим волшебцем сама. Ну, разумал, жениться. Ну, так иди, скажи честно. Чтоб тебе не место. При всех людях-то в рожки плюнула. Бабушка, собирайся. Ты мне понадобишься. Покажешь, где там у них автобус застрял. Надя, ты жди, я его из-под земли достану. Пока тут иди, давайте выпьем. Мама, давай с нами. Нет, спасибо. Да и девочке ещё рано пить. Пойдём, Света. А, 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 а! За счастье в личной жизни. Я смотрю, у тебя серёжки золотые. Да и не только серёжки. Ну да. А что? Да, по-моему, в первом классе рановато столько золота носить. Ой, а по-моему, Мария Николаевна, у меня своя мама есть. А со старшими вообще надо разговаривать вежливо, не только с мамой. Ну, спасибо, что сказали. А я и не знала. Ты в школе как себя ведёшь? Ещё хуже. Сами знаете, как тебе с учителями тяжело. Детей не любят, да и заработают стали. Ты и с мамой какая-то властная. Нет, с мамой как больно себя не вела. Я разговариваю мягко, стараюсь её воспитывать. Нет, бываешь, я тоже не шла власть, потому что всем домой донимают. Но пить никогда не буду. Вы же знаете, властная легче добиться своего и более педагогичнее. Света, что за тон? А вы-ка от слова разговаривали. Вон оно что. Ну, положим тебя, эти дела не касаются. Ну, как сказать? Ну, в одном ты права. Я действительно говорила с тобой, как со сменятым ребёнком. А ты уже почти взрослая. Извини. Ты знаешь, я, кажется, действительно немножко отстала от жизни. Приходи ко мне, Костик. Спасибо. Да нет, я за дочерью вернулась. Света, забирайся быстро. Бабуля, представляешь, дорогу туда не знает. Помнишь, что там какой-то дом каменный с окнами? Какая бестолковая. Пошли быстро. Мне почему-то кажется, что они вообще не вернутся. Я ничего не могу понять. Ну, мне хоть кто-нибудь объяснит, что здесь происходит. Ой, что с вами? Что произошло? Что случилось? Маме плохо. Можно ей принять где-нибудь? Конечно, пройдёмте. Пройдёмте. Верочка, останься с гостями. Ну, что, девочки, допьём? Шипучку, что ли? Ну, вот и решим этот лимонад. Простите, а Черных ещё не приехал? Жениху ведь нужно тоже анкету заполнить? Подождите. Фёдоров же. Натин жених? Ну да, Григорий Фёдоров. У меня записано Григорий Черных. Ну, а мы-то пришли к Григорию Фёдорову. Ну, посмотрите. Минуточку. Фёдоров и Мурашкина? Да, точно. Галка Мурашкина и строй треста. Кровавщица. Да, их зарегистрировали ещё два часа назад. Что теперь делать? Самой пойдём к ним? И зачем ты им там сейчас нужна? И надо теперь не бросить, что ли? Да, вы гоните. Да ну нет, конечно, девочки. Присаживайтесь, Алла, Лариса, и вы, Лариса, тоже. Ой, спасибо. Честно говоря, устала. Девочки, для такого случая у нас есть, у меня, точнее, посередёзные. О, давайте. Так, выпьем счастье в личной жизни. Девочки, порту я, наверное, маму проведаю. Да ладно, там Надя не стоит, право слово. Ой, девочки, вот интересно, выйдет она за Гришку замуж или нет? Нет. Почему? Я не подстойду. Ну-то мы тебя послушаем. Послушай, у меня карта припасена. Интересно, какая карта? Вот такая карта. Предъявлю, крыть нечем будет. Вот мне нравится этот жених, такой же слезняк, как все. А сама такой заложен. Ну не заложен, что мгала. Так шло, как счастье. Что так? Да потому что это долгая история, рассказывать очень долго. Мы никуда не коробимся. Ну, уже коробки стать, слушайте. Вначале у меня был роман. Но неудачный. И вот когда все прахом прошло, я решила девочке утешиться. Ну и не стала долго дребирать. Если не он, то какая разница кто. Стала встречаться я там за ним. Ой, потом уже она с другим. Стала потом с третьим встречаться. Алла, ну это же неправильно. Но знаешь, какая-то мораль, честь, нравственность. Цыпленок, не надо возмущаться. У Аллы вполне здоровая мужская мораль. Женщина должна быть кроткой, послушной, пылкой, страстной, хорошей хозяйкой и заботливой матерью. Правда удобно для них? Но ведь существуют личные идеалы. Существуют. А кто их создал? И те же мужчины. Они и нас умели их навязать. Я тоже была когда-то замуж. Такие слова говорили. Ты моя мечта. Ты моя горная вершина, которая стремятся всю жизнь. Это он кино про альфинистов смотрел. Что потом? Что потом? После замужества совсем другие слова начали говорить. А как же горная вершина-то? Вот и я у него спросила, когда он вещички собирал. А он говорит, что там делать? Как достичь, как ее? Что там делать? Разве что пирамидку поставил на память. Ага, вот это знакомо. Ну и что пирамидку-то поставил? Поставил. Люсей за мной. Деньги-то хоть высылай. Какой-то нужны мне его деньги. И где он теперь? Как другую вершину покоряет. Давайте выиграем, девочки. Вы вот все жалуетесь. На мужей, да на мужчин. Что они вас бросают. А я вам скажу, вы счастливые. Вас бросали. А меня нет. Я, может быть, и хотела бы, чтобы меня бросили. Только сначала пусть соблазнят. Так я не поняла. Ты что, не замужем, что ли? Нет. И не была. И не была. Даже знаю, что вы теперь спросите еще. А не спросите, так подумайте. И тоже отвечу, нет. Подружки, как встретят на улице. Таким сладким голосочком. Ну что ты? На дискотеке. А я в библиотеку. У них семьи. А у меня научные статьи о семье. Так это ж никогда не поздно, что верстает. Да, ну, поезд уже ушел. Девочки, спасать человека надо. Аллах, ну-ка давай, поделись, кого ты там. Ну, смотри, кто глянует. Так, его берем. Снимаем. Ну, мы найдем помещение. Пошли, у меня, мы жили, нам пора платить, если продажу. Тебе точно одно подойдет. Ласкина, я мы вам и... И мы с вами, Лебова! Мы с вами! И на Блебову? Прости, Наденька, я понимаю, что мое появление здесь неуместно. Даже дестантно. Но в конце концов, ты ведь мне совсем чужая, правда? И я тоже имею право тебя поздравить. Но ты ведь не поздравить меня приехали, так? Надя, дорогая моя девочка, скажи, что у вас с Валентином случилось? Ничего. Ничего и не было. Я бы никогда не начала этот разговор, если бы не была уверена в том, что ты любишь самого жениха. Но мне все время кажется, что произошло какое-то глупое недоразумение, что у вас с Валентином была ссора, и ты выходишь завтра ему на взвод. Правда, это на тебя совсем не похоже. Но все же, кто знает, он с утра исчез, в больнице не появляется, я стала беспокоиться. Правда, догадаться, где он, было несложно. Хорошо, что вы приехали. Вы его заберите отсюда и его успокойте. Ты думаешь, я не пыталась? Но он меня просто не слышит. Мы столько-то не вменяемим. Я потому сюда и приехала. Он тебя любит. Я знаю. Я прожила немаловек. Ты можешь мне поверить. Нет ничего дороже, когда тебя любят. Я не знаю трех языков, как он. Я не умею играть на фортепиано. И мать у меня не художница, как вы. И отец не профессор. Чем я могу его удержать? Мне просто странно тебя слушать. Получается, замуж нужно выходить за слабых, а сильная пусть в одиночку мается. Надя, Надя, это все глупые отговорки. Не любишь ты его, да? Не любишь. Прости, что я пришла. Забирайте, корень уже закрываетесь. Да, забирайте. Сколько с нас? Лариса, до тебя не узнать. Да к ней на местнице уже двое клеились. Да-да. И я видела. Ну, поздравляю. Недолго, значит, уйти ко Христовой невестой. Ой, девочки, у меня еще дела не закончены. Я к вам загляну. Ой, девочки, там такую свадьбу последнюю показывают. Красиво. Пойдемте посмотрим. Не надоело. Я люблю свадьбу смотреть. До дурения. Пойдемте. И мне интересно. Подожди. Не передумал? Нет. Ну, тогда тебе придется выслушать кое-что и от меня. Не нужно тебе за Гришу замуж выходить, понимаешь? Ты никогда не была против, когда мы встречались. Ключ давала. Да ключ я тебе и сейчас дам, если надо. Но замуж не стоит выходить, пойми. Надоело, мам. Стой тогда и слушай. Если хочется слушать. Помнишь, не так давно? Ты просила у меня ключ. Еще говорила, это последний раз, а потом все по закону будет. А в последний момент что-то не смогла приехать. Это когда меня на дежурство вызвали? А я осталась с Гришой ждать, чтобы предупредить. И что, он не пришел? Да почему он не пришел? Пришел. И ушел утром. Почему утром? Нет. Да? Не может быть. Ты просто не хочешь нашей свадьбы и все придумала. Да, Надь, я не хочу вашей свадьбы, поэтому сказала тебе правду. Понимаешь, как ты могла? Я? Я как могла? Да у меня в мыслях ничего подобного не было. Он когда руку свою мне на колено положил, я глазам своим не поверила. А я думаю, дай-ка я проверю. А он дураковляет, или такой мадонок, как все. И вот проверила, выяснила, кто есть кто. Проверила. И встретила ты его, конечно, приветливая. Нормально встретила. Вина налила. Налила собака. Или другой. Ты же хорошая. Я не считала. Знаешь, Алла, ты не моложе, не красиво. Одеваюсь я, муж. Почему ты все время мне завид? Ужас? Завид. Скажи, приятно было что-то у меня отнять? Ой, извините. Я, наверное, помешала? Да ничего. Что? Что вы делаете? Ну, пойдем когда будет. Лена, не сильно. Я, наверное, ворючий кусок грею. И мы славно живем с тобой вдвоем, как и прежде. А все это скоро забудется. Ну, чего это пойти? Время позднее. Делать нам уже здесь нечего. Извините, мы пришли за вещами и попрощаться. До свидания, девочки. Кто образуется? Конечно. Ты еще здесь? Мы уже зарегистрировались. С кем? А Гриша разве не приехал? Ну, я тогда ничего не понимаю. В той забегаловке нет, Тани, Гришки нет. Ну, куда они все? Подъемы, что ли, провалились? А мы все засобирались, хотели на регистрацию поспеть. Проезжали мимо нашего ресторана. А там дым столбом и с паромыслом. Они там веселятся. Думают, что мы вот-вот приедем. А мы тут веселимся. Вот, Зинаида Зиловкина. Ой, вы уж нас извините. Жених-то наш не приехал. Он здесь. Кто? Ваш, Гриша. Примечался на такси, сидит у меня в кабинете. Где он был все это время? Да там какая-то нелепая история вышла. Насколько я поняла, автобус сломался. Шоферы и оркестр забрали в полицию. Ну, или что-то там в этом роде. А после полиции ему пришлось отвозить домой отца. Потому что он там, ну, в общем-то, грешался. Сам все расскажет. Он, конечно же, пьян. Нет, нисколько. А что же он сюда не идет? Студиться. Надо же, какой совестливый. А разве дворец еще работает? Закрыт. Ну, что будем делать, Надя? А что, есть варианты? Ну, вы можете отменить регистрацию. Можете перенести ее на другой день. Ну, а если хотите, сотрудницы еще не ушли, можем зарегистрировать вас прямо сейчас. Так что подумайте, посоветуйтесь с родственниками, поговорите с женихом. И спешите, дело-то ответственное. Зинаина Зиновьевна, я тут подумала. А может, пока повременится регистрация? В месяц можно подождать. Умница, умница. Повремени, конечно. Ничего мне больше не говорите, Надя. Ну, что, Надя? Что вы можете сказать про Гришу плохого? Что он способен оступиться? Что в нем нет твердости мужского характера? Что не все у нас будет гладко? Да я это и сама знаю. Вы пытаетесь, чтобы мне было комфортно и удобно? Но я не диван себе выпираю. Я выпираю человека. Я его люблю. Слышите? Люблю. Дорогие Надежда и Григорий, в эти минуты вы веряете друг другу свою судьбу. Рождается новая семья. Вы вместе. Вы вместе. Вас двое. И перед вами открывается уникальная, бесценная возможность проявлять лучшие качества своей души. Доброту, заботливость, нежность. Все то, что дается в одном прекрасном слове – любовь. Любовь соединила вас, сделала счастливыми. Так храните же ее, не давайте ее являнуть в будущей суете. Я поздравляю и родителей. В детях повторяется ваша молодость. Разделите с ними их радости. Помогите справиться с первыми трудностями. Дорогие Надя и Гриша, в добрый вам путь! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА